Продолжение следует... В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много полезной и интересной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Самые страшные происшествия на дорогах Якутии за последние полгода. Как выбрать и как правильно закрепить детское автокресло и какие травмы получают дети в ДТП, если едут без них. День государственной инспекции безопасности дорожного движения. Ветераны ГИБДД. Повторение «Мать учения». Правила дорожного движения в нашей студии проверит солистка государственного вокального ансамбля Туймада Юлия Ефимова. А в начале выпуска мы предлагаем вашему вниманию обзор автопроисшествий на дорогах нашего региона. Всего на автодорогах республики за 6 месяцев было зарегистрировано 311 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 42 человека и 393 получили травмы. Для сравнения, в 2021 году зафиксировано 282 ДТП, где 20 человек погибли и 387 травмированы. С участием водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, было совершено 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 6 человек и 50 получили травмы. С участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет зарегистрировано 47 ДТП, в результате которых 49 детей получили травмы различной степени тяжести. Владимир, назовите, пожалуйста, так называемый топ-3 часто допускаемых нарушений, из-за которых совершаются дорожно-транспортные происшествия. Основными тремя причинами дорожно-транспортных происшествий у нас в любом случае все равно остается это превышение установленной скорости, в первую очередь, также непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах и так далее. Ну и, соответственно, третье это у нас, опять же, это нарушение правил перевозки пассажиров, в том числе и несовершеннолетних. Были ли на вашей практике случаи, когда горожане предотвращали дорожно-транспортные происшествия? Ну вот, к примеру, возможно, поступали звонки от бдительных горожан, например, о том, что вот, например, сидит пьяный человек за рулем. Хотелось бы, конечно, еще раз поблагодарить всех тех жителей и гостей нашей столицы, которые к нам звонят и остаются не в стороне, и, опять же, предотвращают, можно сказать, дорожно-транспортные происшествия, и тем самым они спасают чью-либо жизнь и здоровье. Ну а так, если взять по всем звонкам, из 100%, можно сказать, 60% подтверждаются, можно сказать, особенно в выходные дни, практически все те звонки, которые к нам поступают, опять же, половина подтверждается, ну и большая половина уже точно бывает именно в водителе в состоянии алкогольного опьянения. Ну, я думаю, можно нашим телезрителям напомнить номера телефонов, по которым нужно обратиться. Да, ну и также, уважаемые граждане, вы можете позвонить в дежурную группу госавтоинспекции в городе Якутске по короткому номеру 127, либо 35 22 22, а также 47 35 69. Ну и также можете позвонить в водил полиции через 02. Владимир, скажите, в чем заключается причина детского травматизма? Что говорит статистика? Дети чаще попадают в ДТП в качестве пассажира, пешехода, велосипедиста или мотоциклиста? Ну, если так взять, можно сказать, в основном, конечно, у нас дети получают травмы тогда, когда у нас родители сажают в качестве пассажира, то есть, опять же, не используют детские удерживающие устройства как следует. Даже если он есть, в принципе, да, они его не пристегивают. Ну и в любом случае у нас есть, так сказать, сезонный промежуток времени, так как у нас в летний период времени, опять же, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей, которые катаются на велосипедах. Также они попадают у нас в дворовых территориях. Ну и, естественно, у нас дети, пешеходы попадают в дорожно-транспортные происшествия не только на пешеходных переходах, но и также в дворовой территории также. Вот как вы относитесь к электросамокатам? Ведь они, можно сказать, стали сейчас одним из самых опасных видов транспорта. Ну, согласно правилам дорожного движения, у нас, опять же, вот эти электросамокаты у нас приравнены, можно сказать, к пешеходам. Ну, у нас они называются по-другому, то есть, это средства индивидуальной мобильности. Опять же, водитель, который управляет данным видом средства, можно сказать, индивидуальной мобильности, опять же, должен соблюдать правила именно как пешеходов. То есть, соответственно, они, опять же, должны управлять данным транспортом только на тротуаре. Ну и, согласно правилам дорожного движения, как пешеход. То есть, опять же, они не должны выезжать на проезжую часть. И так как данные транспортные средства имеют разную мощность, и, соответственно, они, опять же, могут набирать определенно хорошую скорость, можно сказать. Ну, Госавтоинспекция Республики обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию. При управлении автомобилем быть предельно внимательными и аккуратными. Помните, что, нарушая элементарные нормы поведения на дороге, вы подвергаете опасность не только свою жизнь, но и жизнь окружающих. Пристегивайтесь ремнями безопасности и не допускайте управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Едете на машине с ребенком? Покупка автокресла – это только половина дела. Чтобы оно действительно защищало малыша, а не просто служило оберегом от штрафа, его нужно правильно установить. Разберемся в тонкостях перевозки детей в автомобиле. С начала текущего года на территории республики зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в результате которых 49 детей и подростков получили травмы различной степени тяжести. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число подобных дорожных происшествий увеличилось на 9,3%. Также травмированных детей больше стало на 2%. И около 40% от общего числа составляют происшествия, в которых травмированы дети-пассажиры. Ну и при этом в каждом пятом дорожно-транспортном происшествии водители нарушают правила перевозки детей и перевозят несовершеннолетних без детских удерживающих устройств и непристегнутыми ремнями безопасности. Ну и необходимо отметить, что отсутствие детского удерживающего устройства усугубляет тяжесть последствий от дорожных автоаварий, ну а нередко попросту помогает сохранить ребенку жизнь. Но, к сожалению, многие любящие мамы и папы рискуют безопасностью, здоровьем и даже жизнью своих чад, пренебрегая средствами безопасности. А некоторые мамы и вовсе считают, что ребенок будет чувствовать себя безопасно в ее руках. Но они сильно заблуждаются. Поэтому всем родителям следует придерживаться простого правила перевозки детей в автомобили. На каждого малыша должно быть отдельное место. И только в специальном удерживающем устройстве. А отсутствие последнего может привести к печальным последствиям. При перевозке детей чаще всего травмы, это как сотрясения могут быть, ушибы в шейной области могут быть, сотрясения внутренних органов. Но более серьезные даже говорить не стоит. Для маленьких детей особенно будет опасно сотрясение головного мозга, которое может привести к неврологическим нарушениям. Кстати, врач настоятельно советует обратить внимание на угол наклона автокресла для совсем маленьких пассажиров. Он должен составлять 30-45 градусов. Более вертикальное положение может привести к нарушению дыхания. Более пологое – снизить защиту головы при столкновении. Есть еще одно правило. Ребенка нужно сажать автокресло без верхней одежды. Это верхняя одежда, комбинезон, кортки препятствуют плотному прилеганию ремней безопасности. Соответственно, возникает ситуация, где может ребенок выпасть между лямками. Это тоже дополнительная травма может быть. Для маленьких детей, если одевают конверт, который для малышей, оно должно быть обязательно с прорезями для ремней безопасности. При выборе автокресла обратите внимание на наличие смягчающих накладок и на замки фиксации. Помимо того, что они должны надежно фиксировать, они не должны выступать наружу, быть как бы утопленными, чтобы ребенок о них не поранился. Сегодня рынок предлагает большое изобилие детских автокресел, которые различаются в зависимости от веса и возраста ребенка. От нуля до полутора лет, до четырех лет и до двенадцати. Это автокресло включает все группы. Оно подходит для детей с рождения. Уже имеет наклон, имеется такой вкладыш, который отлично поддерживает позвоночник ребенка в правильном положении. Для новорожденного автокресло будет крепиться против хода движения. Оно гарантирует безопасность ребенка. Также по росту ребенка оно будет регулироваться. Как ребенок подрастает, снимаются все вкладыши и регулируется по росту ребенка подголовник. Данное автокресло будет универсальным, то есть оно будет крепиться на все автомобили, на штатный ремень безопасности. Также есть автокресло, которое крепится на изофиксе. Изофикс – это самое надежное крепление на машину. И оно будет проще установить в машину. Штраф за отсутствие детского автокресла отличается в зависимости от того, кто совершил нарушение. Если правило перевозки детей нарушило физическое лицо, например, родитель или родственник, он должен заплатить 3000 рублей. Если нарушение совершило лицо должностное, к примеру, воспитатель или учитель, то штраф повышается до 25 тысяч. А если юридическое, это может быть школа или таксомоторная компания, то с них изымут 100 тысяч рублей. 3 июля свой день рождения отметила Государственная инспекция безопасности дорожного движения. В этом году инспекции исполнилось 86 лет. Этому событию посвящен наш следующий сюжет. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Все краше, страна вдохнула святое, ура! Нынче во славу они стали старше, Присягают автоинспектора, Доверили хранить нам порядок на дорогах, Разметка, технадзор и учет. Опять уходим в ночь, купаемся в тревогах, И Бог лишь знает, каков переплет. А где-то ДТП, а где-то светофор, И фрунки нам город ставит в укор, Сумеем, наладим, умоется враг, А значит будет так, а значит будет так. И вот так и! Дыхая свой высокий долг, несет службу ГАИ. В мороз и зной, любой порой, Вершин мы это знамя над собой. Оперни, и честью мы сняжаем славу, Нашему ГАИ храним в грехсту, Твою весну, и знай, страна, мы снова на посту. Страна, мы снова на посту. Мама, прости за тревожные ночи, Что при исполнении мы гибнем в бою, Память жива, но боль кровоточит. Вы навсегда в нашем строю. Машина с проспекта ушла под закат, Так значит работаем, план перехват. Сумеем, наладим, умоется враг, А значит будет так, а значит будет так. И вот огни, вдыхая свой высокий долг, Несет службу ГАИ. В мороз и зной, любой порой, Вершин мы это знамя над собой. Опять огни, и честью мы сняжаем славу, Нашему ГАИ. Храни в тверсту Твою весну, И знай, страна, мы снова на посту. 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 ГИБДД 86 лет. И из них добрую половину отработал легендарный инспектор ГАИ Якутии Дмитрий Николаевич Алексеев. Дмитрий Алексеев был грозой водителей-нарушителей в далеких 50-х, 60-х, 70-х годах. Именно с ним связана забавная народная аббревиатура «водка». Расшифровку которой помнят водители тех лет. Водитель осторожно, дорогу контролирует Алексеев. Надо отметить, что 40-градусный напиток Дмитрий Николаевич никогда не употреблял и другим не советовал. Особенно тем, кто находится за рулем. О легендарном инспекторе и ветеранской организации ГИБДД смотрите в нашем следующем сюжете. Правда, председатель Совета ветеранов ГИБДД Лев Рабинович убеждает нас, что Алексеев не был так уж и грозой. Называет его справедливым, порядочным и добрым человеком. Да, строгий был, но добрым. Люди уважали его, светлая ему память. И я тоже его уважал. Он обращался ко мне сына. Вот так. И я этим горжусь. Вот честное слово горжусь. Дмитрия Николаевича не стало в прошлом году. Ему было 94 года. И он был для жителей Якутска больше, чем инспектором ГАИ. Старшину уважали все – и водители, и пешеходы. За ним также прикрепилось прозвище «Хозяин проспекта». Ибо в любую погоду его всегда можно было увидеть на своем посту. Нарушители опасались его, как огня. На проспект Ленина опасались выезжать даже на грязном автомобиле. Что уж говорить о пьянстве за рулем. А в 1980 году, как лучший инспектор Дорожно-патрульной службы ГАИ Якутии, Алексеев был командирован в Москву для несения службы во время проведения 20-х международных Олимпийских игр. Я вырос здесь, и жили мы в залоге. И когда, значит, еще детьми, я уже его видел. Ну вот в 60-е годы я уже видел, что он по проспекту Ленина ходил. Хотя, в общем-то, как ребенок, я, может быть, и не придавал этому значения. Но ходит, да ходит милиционер. Лев Владимирович вспоминает его с теплотой в голосе. Как и других своих наставников и коллег по службе, многие из которых сегодня в числе ветеранской организации Госавтоинспекции Якутии. Она была, к слову, создана в 1990 году и на сегодняшний день насчитывает более 130 человек. Ветераны даже на заслуженном отдыхе не остаются в стороне ни от работы с подрастающим поколением, ни от пропагандистской работы в СМИ, ни от организации музейных экспозиций об истории ГАИ. Они – участники воспитательной работы с молодыми сотрудниками, делятся опытом, их называют наставниками. Ветеранская организация ГИБДД Якутии занимает достойное место в ряду подобных организаций не только нашей республики, но и регионов России. Всем хочу передать низкий поклон и большой привет. Ну и, конечно, хочу поздравить вас всех. Поздравить уважаемые коллеги, уважаемые ветераны с большим праздником. Хочу пожелать всем здоровья, долгих лет, успехов во всем, благополучия. Очень дорожу всеми, всеми, с кем мне довелось работать. И все время помню об этом, вспоминаю очень часто. Дай Бог вам всем здоровья. С праздником вас, дорогие друзья. И удачи вам во всем. С удовольствием хочу приступить к любимой многими рубрике, где горожане проверяют свои знания правил дорожного движения. Ну и по традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов, а ответит на них солистка государственного вокального ансамбля Туймада Юлия Ефимова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Юля, традиционный вопрос. Какой у вас водительский стаж? У меня стаж 10 лет. В этом году поменяла права на новые. Здорово. Ну, волнуетесь? Да, волнуюсь. Давно сдавала. Хорошо. Ну, мы пожелаем вам удачи. Давайте начнем. Итак, внимание, первый вопрос. При наличии какого знака водитель должен уступить дорогу, если встречный разъезд затруднен? Варианты ответов B и G. Второй вариант A и V. Третий только V. Четвертый B и V. Тут ответ, я думаю, A и V. Знак спуска. И если ты спускаешься и на встречу автомобиль поднимается, ты должен уступить. И второй знак – это вот третий B. Уступи дорогу встречную. Значит, вы выбираете вариант номер 2. Да. Так, вариант номер 2. Принято. Следующий вопрос. Разрешена ли вам стоянка в указанном месте? Вариант ответов запрещена. Разрешена только в светлое время суток? Разрешена. Разрешена. Там знак запрета стоит до перекрестка или до окончания города. Вариант ответа? Ну вот за знаком можно. Разрешена. Нарушил ли водитель грузового автомобиля правила стоянки? Варианты ответов. Не нарушил. Не нарушил, если разрешенная максимальная масса автомобиля не более 3,5 тонн. И третий вариант нарушил. Третий нарушил. Вариант номер 3. Да. Угу, принято. Следующий вопрос. В каких направлениях вам можно продолжить движение по левой полосе на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн? Варианты ответов. Прямо, налево и в обратном направлении. Второй вариант только прямо. Третий прямо и направо. Первый. Вариант номер 1. Прямо, налево и в обратном направлении. Да. Хорошо, принято. Вам необходимо повернуть на примыкающую справа дорогу. Ваши действия. Варианты ответов. Не меняя полосы, снизить скорость. Затем перестроиться на полосу торможения. Второй вариант. Не меняя скорости, перестроиться на полосу торможения. Затем снизить скорость. Третий вариант. Возможны оба варианта действий. Ответ второй. Не меняя скорость. Перестроиться на полосу торможения. Номер 2. С какой максимальной скоростью вы имеете право продолжить движение вне населенных пунктов на легковом автомобиле с прицепом? Варианты ответов. 70 км в час, 80, 60, 50, 90. Первый 70 с кузова, с прицепом. Первый вариант. 70 км в час. Да. Принято. Следующий вопрос. Разрешен ли вам обгон? Варианты ответов. Разрешен, запрещен, разрешен, если обгон будет завершен до перекрестка? Первый разрешен. Вариант номер один разрешен. Хорошо. Следующий вопрос. Кто из водителей нарушил правила стоянки? Варианты ответов. Только водитель автомобиля Б. Второй вариант. Только водитель автомобиля А. Третий вариант. Оба. Четвертый. Никто не нарушил. Ответ второй. Только водитель автомобиля А. Вариант номер два. Как вам следует поступить при повороте налево? Варианты ответов. Уступить дорогу только грузовому автомобилю с включенным проблесковым маячком. Проехать перекресток первым. Уступить дорогу обоим транспортным средствам. Вариант номер два. Проехать перекресток первым. Принято. Следующий вопрос. Последний. Как следует поступить водителю при высадке из автомобиля, стоящего у тротуара или на обочине? Варианты ответов. Обойти автомобиль сзади. Обойти автомобиль спереди. Допустимы оба варианта действий? Спереди. Обойти автомобиль спереди. Вариант номер два. Хорошо. Ну, все десять ответов были получены. Надо отметить, что Юля достаточно быстро, в отличие от наших предыдущих участников, отвечала на некоторые вопросы. Но насколько правильно, мы сейчас узнаем. Нам в этом поможет преподаватель автошколы «Фаворит» Ленских Наталья Валерьевна. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Приятно очень. Такой автомобилист, который правильно ответил на все десять вопросов. Спасибо. При наличии какого знака водитель должен уступить дорогу, если встречный разъезд затруднен? Абсолютно верно. При вспуске мы уступаем дорогу встречным. И, соответственно, знак «В» тоже говорит нам о том, что преимущество будет у встречного движения. Действительно, в данном случае знак действует. Разрешена ли вам стоянка в указанном месте, знак будет действовать до конца населенного пункта. Следующий вопрос. Нарушил ли водитель грузового автомобиля правила стоянки? Да, действительно, нарушил. Грузовые автомобили можно парковать только параллельно краю проезжей части. В каких направлениях вам можно продолжить движение по левой полосе на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн? И в данном случае был получен тоже правильный ответ. Знак распространяется только на грузовые автомобили свыше 3,5 тонн. Нам на грузовом до 3,5 тонн можно двигаться прямо налево в обратном направлении. Вам необходимо повернуть на примыкающую справа дорогу ваши действия. А в данном случае, конечно, необходимо сначала перестроиться на полосу торможения. Она для этого предназначена там уже снизить скорость. Был получен правильный ответ. С какой максимальной скоростью вы имеете право продолжить движение? Вне населенного пункта. На легковом автомобиле с прицепом действительно это 70 км в час. А разрешен ли вам обгон? Да, в данном случае обгон разрешен. Мы двигаемся по главной дороге. На таких перекрестках обгон разрешен. Кто из водителей нарушил правила стоянки? Если нет знаков, указывающих, как необходимо ставить машину на стоянку, то всегда нужно ставить параллельно к краю проезжей части. Как вам следует поступить при повороте налево? В данном случае мы двигаемся по главной дороге. Можно проехать перекресток первым. Тоже был правильный ответ. Как следует поступить водителю при высадке из автомобиля, стоящего у тротуара или на обочине? В данном случае обойти автомобиль спереди. То есть водитель, выходя из автомобиля, становится пешеходом. И техника безопасности говорит нам о том, что мы должны двигаться навстречу потоку транспортных средств. При посадке спереди, при высадке сзади. Правильный ответ второй. Юлия, очень приятно, что у нас в нашем городе ездят такие автомобилисты. И хотелось бы, чтобы все были такими, как вы, ответственными. Спасибо. Вот и подошла к концу наша телепередача. Дорогие друзья, соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова